Плюс один, видеодизайн, Ольга Захарова, город Дима. И режиссер, продюсер, лауреат и номинант международных премий, генеральный директор сети телевизионных станций СТС Александр Роднянский. Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Прежде всего, я должен сказать, что мы очень гордны и вольщи мне, честно говоря, приглашением открыть это замечательное совершенно мероприятие, проект. Очень долгие годы мы ездим на международные промоксы и бедей. И вначале такими зависливыми глазами смотрели, затем менее зависливыми, а более конкурентными на то, что делали коллеги за пределами территории бывшего Советского Союза. Понимая, что для телевидения, для будущего телевидения, собственно говоря, все то, что мы называем словами маркетинг, промоушен, графическое оформление, дизайн, является единственным, пожалуй, на мой взгляд, я могу ошибаться, но для меня, без спорно, самым главным способом коммуникации с теми, для кого этот, собственно говоря, телевизионный продукт и создается, со своими зрителями. В конечном счете у телевизионного канала есть только два инструмента. Это программирование, программы, будь какие угодно, будь это новости, развлекательные шоу, телевизионные сериалы, которые так или иначе в идеальном случае делаются для целевой аудитории каждого конкретного телевизионного канала и имеют в своей цели установить способ общения, способ диалога и пространство, собственно говоря, этого телевизионного эфира, пространство, которое формируется всем тем, чем занимаетесь вы, собравшиеся в этом зале и знающие об этом намного лучше, чем я. На самом деле, все то, о чем мы сегодня сможем с вами поделиться, в известном смысле может рассказать значительно более полного Ольга и ее замечательная команда, которая, я убежден, сидит в этом зале. Я лишь попробую как бы сформулировать несколько принципиальных соображений, которые были поставлены перед соображений и задач, которые были предложены вниманию команды, работавшей над оформлением СТС сезона 2003-2004 годов. Соображения, которые, на мой взгляд, являются принципиальными, хотя бы с точки зрения того, что они не исчерпываются задачами утилитарными. То есть, понятное дело, что мы хотим быть успешными, понятное дело, что СТС планирует и, прежде всего, реализует определенные, очень ясные задачи, которые вы все понимаете, ставят перед собой все, без исключения, телевизионные каналы. То есть, это задачи достижения определенной доли аудитории или рейтингов в каждое время, которое мы называем по привычке тайм-слотом. Но так или иначе, помимо этих вот очень утилитарных задач, самым главным для нас являлось вот полтора года назад, когда на СТС появился новый менеджмент, я объединился с той командой, которая, честно говоря, создала замечательные совершенно каналы. Я пользуюсь каждый раз возможностью сказать, как я рад и благодарен случаю и судьбе тому же, которая сумела в столь короткий промежуток времени дать возможность объединиться очень разным людям и создать, может быть, дать возможность создать нечто новое, и мы продолжаем над этим нечто новым работать. Так вот, полтора года назад, когда мы пришли на СТС, перед нами стала задача, как, с одной стороны, очень практическая и предложенная агрессивными акционерами компании, то есть задача достижения 10% доли аудитории, я никогда этого не скрывал, то есть, естественно, переводя на язык очень конкретный, задача вхождения СТС в то, что на том этапе называлась высшей лигой российского телевидения, а вот, потому что 10% аудитории, вы все знаете, достаточно много, это именно высшая лига. А с другой стороны, естественно, мы отдавали себе отчеты, отдаем сегодня, что все эти проценты, доли и рейтинги на самом деле всегда говорят о главном, говорят о том, насколько мы ясно понимаем момент, который, собственно говоря, политический, социальный и общественный момент, который можно назвать моментом социального и общественного ожидания аудитории от того, что мы называем телевидением. То есть, иными словами, насколько мы ясно понимаем свою функцию, роль и способ, которым мы можем отреагировать на происходящее вокруг нас изменение. И, собственно говоря, дальше мы превращаем это в конкретные задачи, учитывая, так сказать, специфику каждого канала, как бы задачи, реализуемые вот в тех двух мирах, которые, с одной стороны, называются телевизионным программированием, а с другой вот пространством телевизионного эфира, который включает в себя и промоушен, и дизайн, и оформление, и все, что с этим связано. Я попытаюсь быть краток, несмотря на то, что на протяжении последнего года мы с Ольгой выступали часто вместе, не в парном конференции, нас было больше, пытаясь сформулировать, прежде всего, нашим коллегам задачи, которые мы бы хотели реализовать. То есть, тем, кто, собственно говоря, нашим замечательным партнером по сети, команде СТС. И я это всегда иллюстрировал какими-то там графиками, слайдами. Сегодня я решил это делать, этого не делать, в силу того, что вы, во-первых, знаете многое из того, о чем я говорил, значительно лучше, а во-вторых, это как бы специфично для СТС. Самое главное, на мой взгляд, состоит в следующем. Мы задумались о главном, о том, что из себя представляет бренд СТС. Это принципиальный момент, я не буду здесь открывать Америке. Бренд СТС был сформирован до нас. Он сформирован был в трех ясных очень характеристиках. Это так называемый развлекательный канал. Это не политический канал, может быть, один из немногих, если не единственный, не имеющий в рамках собственного обещания политических новостей. И это канал, ориентированный на молодую аудиторию. Вот это как бы характеристики бренда существовали и раньше. Вопрос был для нас, а что означает слово развлекательный? И что это означает конкретно в программировании и оформлении каналов? Что означает неполитически? Означает ли это отсутствие присутствия журналистики? Какое-то отсутствие факта? И все же мы можем говорить о том, что происходит вокруг, и о том, что происходит с людьми. И что означает молодая аудитория? Это биологически молодая аудитория? Или это аудитория, которая полагает себя активно включенной в общественные процессы? Вот здесь мы задумывались о главном том, что происходит вокруг. И пришли к выводу, что великое... Я очень часто это говорю, поэтому прошу прощения у тех, кто это слышал. И до сих пор, как бы это высказывать достаточно, для меня оно принципиально. И я повторюсь. Великая мыльная опера российской политики на определенном этапе, захватывавшая умы миллионов, десятков и сотен миллионов россиян, завершена. Даже сегодня, в условиях достаточно непростой политической ситуации, когда мы находимся за месяц до выборов, способных решить фактически судьбу страны на определенный период времени, мы видим, до какой степени упала социальная и политическая активность людей, которые смотрят телевизор. То есть, как бы население России. Иными словами, происходит тот самый процесс, который формирует переход от информационного телевидения к телевидению неинформационному. Какому? Вопрос следующий. Так или иначе, совершенно было очевидно, поскольку телевидение долгое время и по-прежнему для многих как бы являлось инструментом политического влияния и является для многих сегодня, инструментом, который позволяет реализовывать, прежде всего, задачи общественно-политического строительства и, во вторую очередь, задачи экономические. То есть, когда телевидение на самом деле не рассматривается большинством тех, кто является владельцами или людьми, влияющими на статус и развитие телевизионных средств массовой информации, не рассматривается как бизнес, в этой ситуации происходит изменение, мне кажется, это принципиальный момент, и статуса, и роли, и функции телевидения как отдельно существующих предприятий в условиях смены зрительских предпочтений, смены зрительских приоритетов. То есть, иными словами, мы понимаем, что если не политическое телевидение, то какое? Каким образом наши зрители и чего они от нас хотят? Хотят ли они от нас получать какую-либо информацию, не касающуюся только политики, информацию дилитарную, способную, как бы, помочь им в жизни, способную, как бы, познакомиться с моделями человеческого существования других людей, живущих и в России, и за ее пределами. Может быть, вообще это не связано с информацией, может быть, это источник совершенно нового настроения, совершенно нового, я бы сказал, пространства обитания, то, что многие, я не буду сегодня пугать никого никакими терминами, но тем, так или иначе, многие называют способом ухода от действительности. Так или иначе, понятно, что для СТС эта задача сформулирована была в бренде, это развлекательность. Что такое развлекательность, мы попробовали для себя ответить чуть шире, чем это было понимаемо, скажем, до формирования новой команды телевизионного канала СТС. То есть развлекательность мы понимали, как пространство, и понимаем, как пространство человеческой деятельности, которое включает в себя все мысленные формы человеческих проявлений, от фантазий, мечтаний, физических и интеллектуальных действий, не включающих в себя политическое проявление. То есть такое жестко политическое. Но задавая себе простые вопросы, например, когда Эйнштейн думал о физике, он занимался, он развлекался или реализовал задачи выживания, заработка, условно говоря, на пропитание. Собственно говоря, здесь я цитирую одного из классиков современной технократической эпохи, который разделил вообще современное время на три, не современное время, а человеческую историю, на три периода. На борьбу за выживание, борьбу за пропитание, борьбу за развлечение. И пришел к тому, что интернет и все, что связано, скажем, с современной электронной эрой, это как бы уже борьба за развлечение. Так вот, Эйнштейн, по его мнению, думал и развлекался, думая о физике. Когда люди играют в шахматы, они делают то же самое. Когда люди создают достаточно сложные технологические, технические проекты, они делают то же самое. Поэтому, когда они фантазируют и создают, на наш взгляд, это тоже развлекательное телевидение, а не только лишь специфическое объединение, комбинация комедий, ситкомов и развлекательных шоу вместе, как это часто понимается. К этому мы добавили еще, на наш взгляд, достаточно серьезную опасность, связанную с пониманием в русском, или вернее с отсутствием в русском языке аналога слова «энтертеймент», то есть позитивного аналога слова «энтертеймент». В нашем понимании это очень часто развлечение несет негативную характеристику, ничего не делая, не безделья. На наш взгляд, это как бы одно из множества препятствий, которые нам хотелось преодолеть на пути к установлению диалога со зрителем, что, собственно говоря, и было, и остается главной задачей. То есть, иными словами, слово «развлекательность». Второе, «внеполитичность». Нам совершенно ясно было, что «внеполитичность» не означает отсутствие журналистики. И это, собственно говоря, мы и формулировали. Это тот же самый фокус на человека. Нам также важен стал человек, насколько он является важным для каналов, которые являются информационными носителями в значительно большей степени, чем СТС. Для нас совершенно ясно стало, что фокус на человеке – это означает единственный способ добиться какого бы то ни было доверия со стороны аудитории. А это, собственно говоря, и является успехом. То есть, иными словами, журналистика как факт в программировании, и фокус на человеке как факт в оформлении канала. И, естественно, все, что связано с молодежностью. Ну, понятно, что мы не избежим биологического статуса. То есть, понятно, что мы ориентируемся на аудиторию моложе 50 лет, если не моложе 45 лет. Но при этом мы отдаем себе отчет, что мы ориентируемся на ту аудиторию, которая интегрировалась достаточно ясно и активно в новые исторические реалии, которая сумела себя найти в этом новом историческом повороте, и которая научилась мечтать, подводя черту под всеми этими общими соображениями. Я хочу сказать, что СТС нового времени, тот, который мы пытаемся строить, это не учитель жизни, не ментор, не пропагандист, не инструмент в чьих-то руках для осуществления того или иного влияния. Это источник совершенно особого настроения, источник совершенно особого, как бы эманации, исходящей от канала в идеальной форме, и то, что на самом деле принципиально так преуспело в сегодняшнем кинематографе в мире, если вы посмотрите список самых популярных фильмов последнего времени и возьмете первую десятку, это, как правило, сказки. То есть это сказка для детей и взрослых. Почему-то именно сегодня, в начале, в конце 20-го, в самом начале 21-го века человечество захотелось снова по-детски помечтать. Может быть, это примитивно, может быть, это уход от действительности, может быть, это слишком далеко и без ответства. Мы не об этом. Мы исходим из того, что форма телевизионного строительства, когда мы имеем множество каналов с разными позициями, разным отношением к действительности и разными способами реализации этой действительности в эфире, принципиально демократична. Исходя из этой вот демократической модели, мы пришли к выводу, что «Стояс» — это сказка для детей и взрослых, которая должна быть реализована в эфире с фокусом на человеке, с пониманием нового развлекательности, как значительно более широкого понятия, нежели мы вкладывали раньше, и с, естественно, как бы определенным качественным обликом людей, совершенно именно. Совершенно точно это привело нас к определенным принципиальным соображениям в области программирования, которые сейчас не являются необходимыми для обсуждения, но они по-прежнему в реализации. И это привело нас к разговору о том, что, собственно говоря, должно представлять из себя пространство СТС. Должен сказать при этом, что у нас, на мой взгляд, необычайно сильная служба маркетинга и промоушена, работа с которой, честно говоря, большая профессиональная честь для меня, которая точно и ясно реализует определенную интонацию, то есть интонацию ироничного, не пародийного, ироничного и дистанцированного отношения к действительности. Мы ни к чему не можем относиться с пафосом. Мы как бы принципиально вне культурных, мы принципиально исходим из того, что мы телевизионный канал людей, которые самостоятельны, которые реализуют свою жизнь, исходя из собственных критериев, которые твердо знают, что выбор их личное, индивидуальное дело, и которые могут скептически или критично, что более точно, относиться к окружающей, и политической, в том числе, социальной и общественной дискуссии или действительности. Это для нас стало принципиальным, и, собственно говоря, вот эти несколько общих соображений были переведены в конкретные задачи, по отношению к которым, и начала как-то позиционироваться команда во главе Соли Захаровой. Я знаю, что мы все здесь собрались для того, чтобы обмениваться опытом, и нам хотелось бы задать очень рабочий тон этой конференции. Для вас мы смонтировали фильм о том, как все это происходило, потому что то, как выглядит СТС, каждый из вас может увидеть в эфире. То, как это делалось, вот это, собственно, мне кажется, будет самое лучшее открытие нашей конференции и начало нашей работы. Можно включить? СТС-СООБЩЕНИЕ 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 Продолжение следует... 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 Желтый цвет логотипа, да. Если вы заметили, люди все в белом. Желтый и белый – это главные корпоративные цвета эстез. Все фоны, они решены в гармонии к логотипу. Но люди, как часть идентификации, они все в белых объектах. Хотелось бы мнение Александра Ефимовича узнать, насколько высоко он оценивает этот результат и насколько точнее, я думаю, что хорошо он оценивает его долговечность, то есть долговременность, долгоживущность этого дизайна в эфире. Мне очень нравится, если честно, мне очень нравится этот дизайн, с самого начала идея. Мне кажется, что более, честно говоря, могла рассказать вам эту сказку и должна была, как это все создавалось, чуть более подробно, но они скромничают. На самом деле идея парящих в воздухе персонажей, она сама по себе для нас очень подходящая. Исходя из всего того, человек попытался самолировать свои соображения вначале. С точки зрения долговечности, в принципе, мы так привыкли, мы с Олей уже лет, сколько там, в 7 месяцев работаем, а вот мы привыкли каждый год чего-то менее. Но поскольку здесь многое найдено, то мне кажется, что здесь можно поговорить об обновлении. Например, сейчас делают зимнюю серию оформления канала. И она очень связана с тем, что вы видели. Ну, конечно, уже, так сказать, долго. Я думаю, что продержится. Не знаю, я не могу вам сказать, сколько лет. Но, в общем, честно говоря, очень агрессивно развивающийся канал. У нас слишком много идей и проектов. Поэтому, как долго они, так сказать, выживают, вопрос связан не только с тем, насколько нравится этот дизайн. Ну, думаю, что я от него бы вам отталкиваться дальше. Но если канал примет решение кардинально поменять концепцию или поставить себе другую задачу, очень резко отличающийся от того, как он себя позиционирует в этом сезоне, то наверняка одежду придется менять. Ведь это же естественный процесс. Тут очень важное обстоятельство. Вот сидит там Глеб Олейников, и на самом деле оформление канала все в его руках. И принципиально, вы же понимаете, это сеть. Принципиально самое главное, чтобы это оформление канала устраивало коллег, которым с этим работать. Они делают промо, используя основные элементы этого решения. Они делают очень много проектов межпрограммных, которые являются, по сути, способом тоже коммуникации с аудиторией, которые на основе вот этой вот, как бы, и цветовой гаммы, и всего, что с этим связано. Поэтому во многом зависит от коллег. Да, но мне кажется, что еще зависит очень на этот контент, потому что ключевое слово концепции – это удовольствие. И здесь вот СТС дарит удовольствие тем, кто любит читать книги. Это новый сериал «Абуданцовый». Это «Вэнтези», это пакет, который СТС приобрела, будет показывать «Гарри Поттер», «Гластелин колец», другое наполнение. Это светские новости, программа «Хадиша», «История в деталях». Вот это главное. Это всего лишь упаковка этого содержания. Если содержание меняется, то, соответственно, меняется упаковка. Если содержание развивается в заданной тональности, то и, в общем-то, упаковку тоже можно развивать дальше. Если позвольте вдогонку тогда еще один вопрос. А насколько удобно с этим пакетом работать с вашим региональным партнером? Вы делаете ли вы что-то специально для них, для того, чтобы им было легко вписываться в эту ситуацию? Она все-таки довольно требовательная, мне кажется. Мне кажется, что вы выбрали этот вопрос. Глеб, это действительно важнейший. На самом деле, одна из лучших сетей страны – 217 станций. И очень большая часть этих станций – это станции, то, что называется, кобрендированные. То есть на данном этапе, если Юрий Борисович не даст сарай, то больше 50 и стоят еще в очереди, то, что коллеги определяют следующее. То есть, иными словами, делаем… Расскажите, если у вас есть… Мы хотим пригласить наших коллег, потому что это зона их ответственности. Ну, вот я умею, что Юрий Борисович, это шеф сети, собственно говоря, на ОМСТС. Добрый день. Года два назад мы на подобной конференции рассказывали о системе нашего кобрендинга, о городах. И с одним… выступали, по-моему, с одним из наших ведущих коллег, с Игоей Удачной, с города Икутбурга. И тогда мы показывали вот эти вот наши логотипы, их было чуть больше 20, вот сейчас. Длительно, около 60. И действительно, очередь. И мы сегодня… Очередь заключается в том, что уже существенная часть сети хотела бы, чтобы быть СТС, условно говоря, ну, я не знаю, СТС-город. Вот, но мы сейчас уже весьма и весьма строго смотрим за тем, чтобы коллеги соответствовали то, что они делают, соответствовало тому, что делает у нас Глеб Оленин. То есть, чтобы не было какой-то, скажем так, отсебятины в оформлении локальных блоков, мы предоставляем на разработанный нашим департаментом маркетинга стиль. И, соответственно, коллеги вот из этого конструктора делают оформление собственного эфира. Ну, и в одном же стиле оформляется все внеэфирное продвижение на местах. У нас очень много на местах производится баннеров, наружки. Ну, собственно, все коллеги из городов знают, что это действительно так. Еще большая серия обучающих семинаров, которые позволяют, в общем-то, коллегам коммуницировать, обмениваться мнениями и выйти выше на уровень. Кстати, сетевой проект очень сильно отличается от проекта каналов, потому что кроме ВТО-АйДи и открытия, закрытия эфира, бампер-сигналов для включения сетевого блока было сделано очень много вспомогательной графики. Это тот конструктор, который отдавался участникам проекта регионы, с которыми они могут в дальнейшем работать. В общем-то, мы тут выслушиваем пожелания и в дальнейшей работе их без сомнения начинем. Оль, вопрос по технологии. Насколько сильные дизайнеры канала участвовали в пост-продакшн? Или вы просто отдали раскадровки цвета и материалы, и потом смотрели результат? И еще раз. Насколько сильно дизайнеры канала участвовали в пост-продакшн? Или просто вы поставили задачу, отдали материал, а потом смотрели, что получилось? Нет, что касается этого проекта, весь пост-продакшн делала компания «Ромб-ш-1 видеодизайн». То есть разработку концепции, по написанию сценария, раскадровка, утверждение эскизов, режиссура во время съемок и весь пост-продакшн – это одно и последнее видеодизайн? Понятно, спасибо. 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 Спасибо.